Международное сообщество наметило себе важнейшие цели на ближайшие полтора десятка лет. Среди них борьба с нищетой и неравенством, социальная интеграция и остановка глобального изменения климата. Общая задача – оставить потомкам мир, в котором хватит ресурсов для достойной жизни. О месте Беларуси в этом общем процессе мы поговорим в студии днями. С нами на связи заместитель председателя Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко. Анатолий Михайлович, здравствуйте. Добрый день, Андрей. Добрый день, Могилев. Рады видеть вас, пусть и виртуально, в нашей студии. Вы много рассказываете в социальных сетях о своей работе, о встречах с трудовыми коллективами, отвечаете на вопросы по интернету. Насколько удобны вот такие новые формы работы и есть ли от них польза, на ваш взгляд? Ну, безусловно, это удобная форма работы, большая аудитория. Самое главное, что есть обратная связь. Где-то позитивно, где-то критика, но в любом случае мы имеем с той стороны информацию. Поэтому, на мой взгляд, надо совмещать и оффлайн-встречи, и онлайн-встречи. Вы являетесь национальным координатором по достижению целей устойчивого развития. Вот в чем заключается ваша работа? Ну, наверное, работа, прежде всего, заключается в самом названии. Национальный координатор по достижению целей устойчивого развития. В Республике Беларусь создана архитектура управления этим процессом. Совет по устойчивому развитию, партнерские группы, деловые, академические круги, бизнес. И мы вместе продвигаем цели устойчивого развития в Республике Беларусь. Беларусь присоединилась к идеям ЦУР пять лет назад. Что самое главное, на ваш взгляд, сделано за это время? Самое главное, понимаете, они в данном случае все важны, потому что они касаются конкретного человека. И сказать, что какая-то из целей более важна или менее, ну, наверное, это неправильно. Ну, хотя бы возьмем одну из них. Это ликвидация нищеты. Ну, по-моему, эта тема для нашей страны абсолютно не актуальна. Мы производим продовольствие не только для себя, но и продаем на экспорт порядка шести миллиардов. То, что касается нашей медицины, да, вот в свете последних неприятных ситуаций, что связано с ковид, всех этих вопросов наша медицина показала себя на достойном уровне. И нам есть чем гордиться, и есть чем сравнивать. Поэтому, ну, то, что касается экологии, есть тоже серьезные достижения и в сохранении чистоты наших рек и озер, и в сохранении наших торфяников, что вносит огромный вклад в общую экологическую экосистему. Поэтому, ну, их много направлений, по которым Республика Беларусь достигла впечатляющих результатов. А каковы планы, вот сегодняшние, что сегодня надо сделать и в перспективе? Каковы наши приоритеты здесь? Я скажу, что прежде всего это человек. Ведь любые цели направлены на то, чтобы человеку жилось комфортно. И это самое главное. Поэтому приоритетом, конечно же, станется человек. Но я хочу сказать и повторить, что на республиканском уровне, конечно, мы достигли серьезных успехов. Но сейчас необходимо, и мы берем это в основу и направление, преломлять ЦУРы на региональный уровень. Чтобы наши регионы тоже развивались динамично и равномерно. И какова роль Могилевской области в общей работе? Ну, можно отметить, что Могилевская область является одним из лидеров в стране по организации работ по ЦУР на региональном уровне. И первая в республике Могилевская область провела форум по целям устойчивого развития. И разрабатывается региональная программа областная по достижению ЦУР. То есть, ну, на Могилевскую область надо равняться. Цели устойчивого развития, они очень глобальны. А как конкретно человек может на них повлиять? Вот вы и я, например. Ну, надо положить в основу один принцип. Думай глобально, действуй локально. И каждый человек может повлиять на ЦУР. Не то, что повлиять, а присоединиться, наверное, более правильно сказать. В чем? Ну, давайте возьмем эко-тему. Сбор мусора, раздельный отход, не сорить, уважать друг друга, бережно относиться к природе. И каждый из нас по своей маленькой толике будет носить весомый плат в общее направление по сохранению экосистемы. Это кажется мелочь, когда один человек. Но когда все мы вместе, это уже серьезно. Анатолий Михайлович, спасибо вам за разговор и удачу в вашей работе. Спасибо вам тоже. Всего хорошего. До свидания.